На один день столица Нениского округа превратилась в площадку для бальных танцев. На протяжении трех часов во дворце спорта Норд непривычно звучала музыка. В одном из залов за столиками сидели зрители с цветами, а дети, как главные герои вечера, окружили по паркету. Этот праздник был посвященным. Джаев, самбо и румбо снова в Наренмаре, только на этот раз в исполнении детей. В элегантных костюмах их небрежность и неловкость куда-то исчезают. На танцпол с выправленной осанкой партнер выводит напарницу. Турнир по спортивным танцам на паркете начинается. Танцевать в четыре руки и четыре ноги совсем непросто. Для самых маленьких по микрофону ведут счет. Кто поопытнее, держит ритм самостоятельно. Традиционно первый танец – вальс, затем ча-ча-ча и самбо. Его особенно любят пара Паша Чупрова и Марина Елисеевой. Танец отличается весельем, флиртом и характерным движением бедрами. Самбо – шаг вперед, но с наскатом надо идти, с пружинки. Мама Паши, как и другие родители танцоров, своего сына поддерживает. Бытует мнение – бальные танцы – спорт не для мужчин. Для таких случаев у родителей всегда найдется логичный ответ. Он всегда может произвести впечатление на девушку, когда молодой человек держит осанку, умеет пригласить на танец, при этом у него хорошо получается. Почему нет? Это здорово. Марина Елисеева занимается в студии КДЦ «Арктика» по рекомендации мамы. Десять лет она выступала на сценах округа и знает настоящую цену танца. У меня нет проблем, так скажем, со здоровьем. Я чувствую себя комфортно в любой ситуации. Спину держишь ровно, улыбка всегда на лице. Яркий турнир – повод записаться в студию танца. В городе работает три детских клуба. Специально для начинающих один из лучших танцоров Мурманска показал «Малый квадрат» – базовую фигуру в бальных танцах. Дмитрий Соборов и Екатерина Крысанова – бронзовые чемпионы мира и пятикратные чемпионы России. Все титулы – результат бесконечных тренировок, репетиций, поездок на турниры. По словам Дмитрия, каждая копейка в семье уходила на занятия. Спустя 20 лет они блистают на самых престижных конкурсах России, Европы и мира. Именно они увезли Кубок губернатора Ненецкого округа в 2013 году. Если ребенок выбрал этот путь, то очень важно, чтобы его поддерживал и тренер, и родители. Потому что в какой-то момент ему тоже можно сказать, ой, мне надоело или еще что-то. И то очень важно, чтобы была команда людей, которые могут направить и сказать, что нет, это тебе нужно, развивайся, делай и так далее. В этом году турнир впервые провели на площадке Дворца спорта «Норд». Профессиональное жюри высоко оценило организацию и уровень подготовки детей. У меня впечатление очень хорошее. Во-первых, я считаю, что это большая победа для всего города, то, что провели такой турнир своими силами, такое количество танцоров было, пускай молодых, но зато очень перспективных. Нынешний турнир был действительно богат на новинки. Так, впервые на суд зрителей вышли воспитанники детского дома. Для Федерации танцевального спорта это большое достижение. Было здорово, это было очень грамотно, это было именно для детей. Это был год ребенка, я безумно рада, что количество детей составило практически 80 человек. Это очень много, и мы рады, что теперь больные танцы у нас для детей округа, да, то есть соревнуются именно сами спортсмены. Все танцевальные пары и исполнители соло получили достойные призы от жюри и зрителей. В завершение вечера выступили победители чемпионата Северо-Запада Егор Примакин и Александр Сахарова.